Гранж подарил этому миру не только грязное звучание, обилие дисторшина, панковскую энергетику, мрачную лирику, одетых в рваную одежду музыкантов, но и лучшего рокера всех времен. На него, без сомнения, стоит равняться абсолютно всем рок-музыкантам. Поэтому вот вам загадка о Джако Фриско. Кого можно считать самым крутым рок-музыкантом мира? Как же его зовут? Правильно, это Дэйв Гроу. Всем привет, друзья! Андрей, уши в окне. В контексте истории об этом легендарном музыканте я неспроста начал с упоминания Гранжа, ведь именно Дэйв Гроу барабанил Нирване с 90-го по 94-й год. Смерть Кобейна, к счастью, не остановила героя этого видео, хоть и оказала очень серьезное психоэмоциональное влияние. И, как и подобает любой творческой личности, Дэйв решил двигаться дальше после этого события. Для преодоления утраты, конечно же, было принято решение создать новый коллектив, и он также оставил значимый след в истории музыки. Его вы, конечно, тоже знаете, это Foo Fighters. Творческий путь Гроу начался гораздо раньше Нирваны. В возрасте 10 лет он взял в руки гитару, в 11 стал делать записи, а в 12 получил заветную электруху. У юного дарования была и своя школьная группа, но в 81-м году Гроу увлекся панком и считал себя самым, что ни на есть, трушным представителем этой культуры. К 17 годам он успел научиться играть на барабанах, считая, что именно они приносят ему настоящее удовлетворение. По его собственным словам, он учился играть на подушках, используя толстенные палки. Довольно быстро будущий барабанщик Нирваны смог попасть в достаточно популярный на тот момент бенд Scream, игравший хардкор панк. Участников группы настолько впечатлило экспрессивный и агрессивный стиль игры на барабанах, что они без труда поверили Гроу, будто бы ему уже есть 20 лет, хотя по факту было всего 17. И он теоретически не мог выступать в некоторых барах и клубах того времени, там до 21 делать было нечего. В составе своего нового коллектива Дэйв успел побывать в Европе, в Штатах, а за время участия в группе успел завести немало крайне полезных знакомств в музыкальной среде. Гении всегда преуспевают во всем, поэтому Дэйв в составе Scream зарекомендовал себя и как повар внезапно, придумав авторский рецепт так называемого салата в пакете. Рецепт у него предельно прост, записывайте. Так вот, берем сначала укропу, короче, берем капусту, морковь, огурец, какие-нибудь другие овощи по возможности, да какие вам вообще захочется, покупаем любой салатный соус, крошим овощи, бросаем их в пакет, заливаем соусом, неистово трясем, а затем съедаем это все руками прямо из салата. Бон аппетит, ёпта! По словам Дэйва, этот салат обходился всего в один доллар. А если у вас достаточно ловкий пальц и длинное пальто, то всякие огурцы и морковку можно вынести из магазина в потайном кармане, так выйдет даже еще дешевле. Находясь в составе Scream, Дэйв увлекся тогда творчеством появившихся Melvins. Их, к слову, обожал и Курт Кобейн, во многом вдохновляясь их звучанием в Нирване. Появление Грола в составе Нирваны нельзя назвать никак иначе, как судьбой. Реально, все звезды сошлись ради того, чтобы молодой мультиинструменталист радовал нас и дальше своими музыкальными подвигами. В то время Scream неожиданно распадается, и Дэйв оказывается практически в бедственном положении в огромном Лос-Анджелесе. Спас его звонок Базу Осборну, фронтмену Melvins, который оказался в то время с концертом в ЛА. И сейчас начнется еще большая череда переплетающихся между собой событий, только успевайте отслеживать. Ты сейчас умрешь! Во время телефонного разговора была упомянута Нирвана. Дэйв слышал о них, так как они успели выпустить свой дебютник и навести немного шума в инфополе, но сверхпопулярными, к сожалению, не стали. Дэйв Гроул был восхищен тем, как Курт Кобейн с командой совместили в своем звучании панк и хард-рок. А еще ранее вокалист Баз приводил новоселье Чейка Бейна на концерт Scream, где тогда вовсю барабанил Гроул. Уже тогда Курт был впечатлен тем, как Дэйв играет, и внезапно, на момент судьбоносного звонка, Нирвана как раз искала себе нового ударника. В итоге Гроул попадает в группу, переезжает в Сиэтл, да еще и становится самым долгоживущим барабанщиком банды, по сути, перестав им быть только после распада Нирваны. Тут-то и завертелось. Репетиции, концерты, запись легендарного Невермайнда. Песни, написанные Гроулом, так и не были записаны в рамках Кобейновского коллектива. Там все довольно сложно по ситуации, придумано было много материала, но Курт, как оказалось, боялся спросить об изменении текста. В итоге, кроме песни Мэриголд, фактически ничего записано и не было. Кстати, этот самый Мэриголд в будущем была перезаписана уже в составе Foo Fighters. Скучаете по успевшему стать для вас родным Спотифаю? Не знаете, где выискивать новинки мира музыки? Хотите просто быть частью приятного и уютного музыкального комьюнити? В таком случае вам невероятно повезло, ведь в Телеграм-канале «Дай послушать» есть это все и сразу. Ребята за крайне уместные деньги помогают подключить иннезийский аккаунт Спотифай с сохранением всей информации вашего аккаунта. Лайки никуда не убегут, будьте спокойны. Стоить это добро будет от 200 рублей. Приятно? Да еще как приятно. Ну и теплым пледиком музыкальных новостей и обсуждалок это сообщество вас тоже укроет. А еще туда можно публиковать и собственные текстовые материалы. Ну, не круто ли это? Да, конечно, круто. Ссылка на канал в описании видео. Переходите, подписывайтесь и продолжайте получать удовольствие от Спотифай вместе с каналом «Дай послушать». 8 апреля 1994 года Кобейн умирает. Нирвана разваливается, а Грол какое-то время буквально не может слушать музыку и хочет завязать с карьерой. Позже он берет себя в руки и создает Foo Fighters. И вот здесь уже можно проследить талант Грола не только исполнительский, но и композиторский. Новый бенд Дэйва стал невероятно успешным. У группы нет коммерчески провальных пластинок. Но главное, сам Дэйв Грол не упоминается сейчас просто как, ну, тот последний барабанщик Нирваны, знаете. Сейчас Дэйва в первую очередь знают именно как основателя и бессменного вокалиста-гитариста Foo Fighters. И это невероятно важно. Былой опыт никак не мог не оставить след на творческом пути музыканта. Поэтому в основе Foo Fighters отчетливо слышалось то самое гранжевое прошлое. Настоящий панковский драйв. Но все же звучание было более светлое и легкое, нежели у Нирваны. Но, как зачастую бывает у разносторонних музыкантов, особенно если они играют на нескольких инструментах, Дэйв ну никак не мог останавливаться только на новой группе. Он активно участвовал в других проектах, реализуя свой творческий потенциал. В 1997 году Гролл записывает саундтрек для фильма «Прикосновения», для которого он сам же и сыграл на всех инструментах. В том же году выходит второй альбом Foo Fighters – The Color and The Shape, несколько треков с которого разорвали хит-парады. А еще Дэйв со своей женой внезапно сыграли супер-микроэпизодические мимолетные роли в секретных материалах в одном из эпизодов третьего сезона. У Дэйва есть достаточно заметная черта характера, которая, несомненно, стала прекрасным дополнением к его таланту, и это его перфекционизм. Очень показательная история произошла во время записи того самого второго альбома Foo Fighters. Он заставлял тогдашнего барабанщика Голдсмита 96 раз записывать одну и ту же песню, потому что, ну, никак не мог удовлетвориться полученным результатом. Далее Гролл унес домой уже записанный альбом, прослушал его, решил, что ему не нравится, в порыве, видимо, приступа недовольства написал еще пару песен и одну сам даже записал в Вашингтоне. Потом, не сказав Голдсмиту, собрал всю группу в студии и перезаписал альбом. А потом, собственно, уволил самого Голдсмита. Еще одна примечательная история, связанная с этим качеством Гролла, произошла во время записи альбома One by One 2002 года. Эта запись снова врезалась в незыблемые скалы Гролловского перфекционизма, несмотря на то, что, казалось, поначалу работой он был удовлетворен. Оказалось, из всего полноформата Дэйву нравятся только 4 песни, а остальные 7 он больше не играл, сказав, что они с группой поторопились и все просрали. Еще не устали? Тогда продолжаем начищать гриф гитары Дэйва и идем дальше. Гролл имеет огромную известность и почет среди музыкантов. А еще он очень хорошо дружит с Джошуа Хомми из Queens of the Stone Age и был у них барабанщиком в период альбома Songs for the Death. И, на мой вкус, именно в тот момент Queens of the Stone Age имела просто лучший состав. Ну и этот альбом, я считаю, по совместительству своим любимым у группы. Сейчас мы еще пройдемся кратко по другим проектам, в которых сам Гролл участвовал. Он был частью саундтрека к фильму Breakbeat, в написании музыки которому подключили еще много именитых музыкантов. А это был 93-й год, то есть уже тогда в музыкальных кругах Дэйва знали достаточно хорошо. В 94-м году Дэйв записал две песни для альбома Майкла Ватта. В 2004-м спустился в сырые подвалы, чтобы записать по-настоящему металлический альбом, пригласив в качестве гостевых вокалистов Лимми Килл Мистера, Кроноса, Скотта Вейнриха и Макса Кавалеру. Назван проект был ProBot. Дэйв сидел за установкой во время записи второго альбома группы Killing Joke. Засветился на пластинке Nine Inch Nails. Был приглашенным музыкантом для группы Garbage. Также Гроул играл на гитаре и барабанах в группе Пола Маккартни и записал партии ударных для Prodigy. И это еще далеко не все. У этого парня есть даже талант профессиональной свахи. Однажды Гроулу пришла в голову идея записать альбом вместе с Джошем Хомми и басистом Ладзепарин Джоном Пол Джонсоном. Сначала Хомми немножко сомневался в серьезности намерений лидеров Foo Fighters, но на своем 40-м дне рождения Гроул свел этих двоих вместе и магия получилась. Результатом праздничного знакомства стала супергруппа Them Cooked Vultures. Этим без сомнения великим тройничком в 2009 году был выпущен единственный одноименный альбом, первый сингл с которого занял 12-ю строчку в билборде, забрав заодно и Грэмми. Но на этом Дэйв не остановился и уже в 2012-м собрал новую супергруппу. Этот проект назывался Sound City Players. Там участников хватило уже на создание целой команды Мстителей от Мира Музыки, у вас рука записывать их устанет. Бывшие участники Нирваны, Кори Тейлор, вновь появившиеся Маккартни и Хомми, Тренд Резнер, Алан Йоханнес и еще многие другие, собрали их всех для записи саундтрека к режиссерскому, дебюту Дэйва под названием Sound City. Это документальный фильм у студии Sound City Studios. Получившийся альбом, который, ну, как ни удивительно, был назван Sound City Real to Real, отхватил себе две премии Грэмми, хотя это вас уже вряд ли должно удивлять. Думаю, что уже никто не сомневается в том, что Грэлл вообще на все руки мастер. Кстати, в городе Уоррен есть улица, названная аллеей Дэйва Грэлла в честь музыканта. Мы все любим Дэйва Грэлла, а кто не любит, тот обязательно полюбит. Друзья, если вам нравятся мои видео и то, что я делаю, рассмотрите возможность поддержать меня на Бусте. В данные времена это очень приятно, полезно и ценно. Ссылка в описании. А также совсем недавно мы с коллективом неравнодушных людей запустили КНЦ. Это сетка телеграм-пабликов с анонсами концертов в ваших родных городах. Переходите по ссылке в описании, ищите свой город, подписывайтесь, присылайте информацию о своих концертах, ну и просто следите за афишей. Куда-нибудь точно сможете сходить, классно будет. После того, как мы рассмотрели значительную часть музыкальной биографии этого, без сомнения, великолепного музыканта, хотелось бы еще упомянуть и о характере Дэйва. Таких людей называют свой в доску, и в случае Грэлла это не только образ на публике. Многие музыканты очень положительно отзываются о Дэйве, упоминая его не только как хорошего музыканта, но и отличного, понимающего друга. Друг людей не бросит, лишила не спросит. Тот же мистер Киллмистер очень тепло отзывал своего героя ролика. Пол Маккартни, который когда-то сам вдохновил Грэлла играть на инструментах, восхищается игрой этого невероятного музыканта, говоря, что в Дэйве сочетается и хороший человек, и гениальный творец. Кортни Лав, жена покойного Курта Кобейна, уже очень давно дружит с Дэйвом. Она говорила, что с самого их знакомства он показался ей человеком талантливым и просто переполненным энтузиазмом. Даже некоторые судебные тяжбы, рассорившие этих ребят, не смогли навсегда заставить их разорвать отношения, и сейчас они снова общаются. Джек Блэк, Джои Джордисон и Джош Хомми искренне восхищаются бешеной энергетикой, которую Гроу выдает на концертах, говоря о нем как о невероятном и энергичном фронтмене, буквально разжигающем в людях огонь своей игрой. Но, как всегда, бывает в жизни и находятся старые ворчуны, типа Нойля Галлахера. Когда-то Гроу во время концерта призвал людей подписать петицию для воссоединения группы Оазис. Узнав об этом, Галлахер сказал, что такое дерьмо, как Оазис, никому не нужно. И он создаст свою петицию, чтобы распались фу-файтеры. Вот такие вот дела. Галлахеры странные, ребята. Ну что, не устали еще восторгаться успехом Гроула? А теперь выдыхаем и готовимся к самому крышесносному факту из музыкальной карьеры Дэйва. В 2002 году песня Нирваны You Know You're Right забралась на первое место в чарте Billboard. Потом ее подвинула песня Foo Fighters All My Life. А когда уже эта песня спустя время стала терять позиции, с первого места ее подвинули Queens of the Stone Age с хитом No One Knows. Ну, вы уловили, да? Почувствовали, о чем я говорю? На протяжении 17 недель Дэйв Гроул держался на первом месте в чарте билборда, будучи при этом участником трех разных групп. Это воистину уникальный опыт, повторить который мало кому удастся. В этом же году прошлогодняя пластинка Medicine at Midnight получила сразу три Грэмми. Это ли не показатель, что с годами творчество Гроула продолжает радовать фанатов по всему миру только больше? На счету Дэйва моря релизов и коллабов разной степени известности. Горы Грэмми и главное звание хорошего парня мира рок-музыки. Творчество Гроула остается актуальным уже больше 30 лет. И я уверен, что он еще успеет нас с вами чем-нибудь удивить. Это прекрасный музыкант, который собрал себе все необходимые положительные черты для того, чтобы считаться самым крутым рок-музыкантом в современности. Еще одним знаковым человеком в современной альтернативной музыке я считаю Роса Робинсона, который по факту создал нью-метал и помог в становлении посткарткору. И я очень рекомендую посмотреть видео про него в следующем. Ссылка прямо сейчас на экране.